всем привет всем смотрителям у нас сейчас 7 утра раннее утро мы с кремкой гуляем спать охота нифига не высыпаюсь господи хоть бы разочек выспаться ну все равно встали мы утром сейчас светло дождя нет а вдруг пойдет дождь нужно погулять пока нет дождя но маленький маленький приятный бонус нашей прогулки по лесу и наши маленькие приятные бонусы то грибочки которые вот так вот растут у нас вдоль дорожки что тут в кроссовочках шляюсь по дороге чтобы мне это в лес там не ходить никуда это то что мы нашли прямо вдоль 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 вот они один всего белый грибок нашли остальные подосиночки то симпатичные такие красненькие ну что чуть-чуть повезло с утром погуляли с кремом потом сползла немножко в лес пособирала чуть-чуть брусники пошла за черника чернику не нашла в общем видите вот такая мне красота вокруг сколько работы предстоит а сейчас сейчас я покажу вам какой мне достался подвал подвальчик вот и мой подвальчик сейчас туда заодно баночки переедут потому что кухня у меня тут два метра ничего на нее не влезает мешаются буду потихонечку заталкивать вот расположен он у меня неудобно крышечка получается вот на кухне в углу сюда ничего не поставить мечом в общем короче чтобы не сделать было вон в коридорчике теньте посерединочки в общем неудобно нифига не удобно нужно отодвигать все отсюда чтобы залезть или вылезти лишний раз уже за банка не заход не захочется залезать в общем как то так и лестница очень неудобная крутая коротенько нужно будет еще лестницу отдельно делать зато есть свет там светло я щас все покажу начало у нас от лесенки вот мой потолок потолок на стальных таких рельсах не стальных железных ли очень каких-то таких прям на рельсах вот у меня тут какие-то ящики с барахлом который надо будет вытаскивать все расчищать вот сухонько плесени не видать окошечки вот такие везде вот такие вот здесь еще стал бы железные все это дело подпирает так что пол у меня видимо не провалится никогда единственное что смущает получается что печка без фундамента в подвале печка сложена прямо на полу моя печка сложена на деревянном полу не уверена что это хорошо это странно для меня я такого не видел никогда ну ладно ну что балки тут нигде не не прогнулись ничего значит принципе чем там 30 лет стоит наверно нормально плохо что никаких тут полочек ничего нужно затаскивать делать какие-то стеллажи балки всякие кошечка тут ящик не знаю для картошки наверно был вот он единственный отсыревший так довольно таки неплохо что у меня тут есть вот у меня здесь есть кондиционная труба в которой я когда-нибудь хочу сделать душик чтобы был на кухне слив и прокопана ямка канавка такая канавка канавка видимо водоотводная канавка в общем скорее всего весной меня будет затапливать и мы с этим будем каким-то образом бороться вот я получается как бы в такой небольшой ямке и ко мне наверное с дороги будет вся талая вода течь все это будет куда-то стекать умной сколько интересного весной будет ну что из радостного что полы вот полы странные не знаю какие в общем они все сухие доски сухие на вид почти как новые и плесени нету то есть это вот опилки там висят на всяких паутинках плесени нету углы сухие местами какие-то трещинки ну вроде наверное не критических трещинки такие маленькие ну я тоже в этом ничего не понимаю ну не думаю что это размыло весной вешними водами если так у них каждый год придется наделать какой-то настил такой или несколько небольших и полочки 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 потому что хризантемки сюда переедут и заготовочки мои баночки тоже здесь будут жить картошки в этом году нету так что ящичек будет пустовать надо будет о точно надо его разобрать и из него сделать полочки ура затаскивать сюда доски ну вот так вот не знаю будет ли этот подвал интересно промерзать или нет он высокий он высокий думаю что два метра наверно здесь расстояние если я метр семьдесят три мне еще до потолка тут угол да думаю метра 2 и мне это нравится высоко сухо хорошо это вот труба которая куда-то там втыкается видимо наверху и можно будет сделать слив сейчас поставлю баночки куда-нибудь и насладюсь насладюсь красотой это мой первый подвал да за 20 лет мы первый подвал давно не мечтала него никогда не было хотела даже погреб когда-то выкопать даже начала а теперь у меня собственный подвал даже глаза мне верится ура у меня подвал у меня подвал горшков 200 300 хризантем влезет классно вот они мои первые баночки первые баночки переехали красотища нас тут начинается потихоньку хочу чтобы снизу до потолка все было баночками уставлено тогда на душе будет спокойно за накрывающую зиму и пофиг морозы не морозы цветон нас летние витамины выращенные собранные своими руками самое полезное денечек удался удался дождик не было несколько часов покопалась цветочках что еще подвальчик закрутила девочки девочки у меня кончились баночки у меня баночки все последнюю последнюю закатала баночку вот так что у кого из баночки не проезжайте мимо выгружайте у калиточки буду очень признательно верну целыми наполненными вареньем вот что еще что еще хорошего на рунда пчка все опрыскала наконец-то нету дождя несколько часов вот все что смогла сейчас пробежалась пробежалась пусть все ненужное нам подыхает сейчас ко мне приедет подружка сейчас ко мне приедет братишка с племянником очень весело и пока все гости гости не собрались бегом-бегом доделывают зла копаюсь везде пока сухо пока под ногами не хлюпает в общем провожу день с пользой мы дождались вас дождались крем сейчас соскучился хочет играться аккуратненько кремка съел целое яблоко крема с так вкусно было витаминов не хватает до 3 масс доедай всю сердцевину главное выгрыз яблоко такое большое было крем мама тебя не кормит не кормит мама да ну вот скажи бедный пёса яблоками питается бедные пёса еще хочешь еще будешь кушать но кушай яблоко с ума сойти витаминов каких-то не хватает прям кусками откусывает офигеть ничего себе главное удобно такой челюстью есть гримаски не хватает мыши и вот этот вот домик ой где у нас свет свет вот он домик 25 соток там вот ему кажется продают за миллион двести и он в хорошем состоянии земли много и на берегу реки люди покупайте давайте поселять рядом со мной там красиво так вообще тоже можно все порубать речку будет видно в общем и личный заезд здесь такой вот прямо такой вот весь личный вот красиво всякие гаражики сарайчики покупайте поселять это ну по все получается очень дешево если я купила практически летний дом у меня там много чего делать надо не построить ничего то здесь вот всякие есть и сарайчики и летние там что-то кухоньки и гаражик короче там полный полный очень набор и так 25 соток земли и берег реки и соседи хорошие покупайте наша прогулка заняла завела нас на кладбище пока светло хорошая погода и мухи не кусают сейчас всех навестим прогуляемся немножко это когда еще небо голубое выдастся и до красивые всем привет родственникам не зря могилки пололи церковь видно воронки каркает ой большая березина сухая интересно что-то она засохла расслабый росла питание дофига и вот в зарослях тут есть такой прием обелиск тут их по моей почему-то памяти несколько было ведь он вандал все разломали на семен семенович буравов родился 1829 году скончался 1893 63 года может какой-то знаменитый был раз его такой памятник поставили даже не знаем такой вот почему-то мне кажется что были еще а вот они будут они вот они наташ вам тут они красивые вот старинные могилки а тут уже надо не прочитать ничего тоже памятники такие прям на старинном кладбище находишься даже не знаю когда она снова насколько же интересно летом видите везде нормальный долгожитель 82 года скончался 1889 году а это матрона матрона ивановна мирохина жили жили по 30 лет наверняка иконки какие-нибудь были так все выскоблено прямо изнутри ой привет тебе у тебя наверно кастрировали да яйки отрезали бедный пёс весь в зеленке грустишь грустишь пришел на кладбище погрустить бедный ты бедный толстячок весь зеленки весь зеленки ой пёса вышли из кладбища прогуливаемся уже как-то прохладило вышли так жарко было красота наша вот кому надо на берегу реки домик за 400 вот такой вот яблонька там он банька не знаю что из этого функционирует даже теплица полу упавшая яблонька наверняка вкусная как охота попробовать залезть такой вот домик за 400 можно купить не знаю можно ли в нем жить но на вид крыша целая не протекает все упавшие конечно веранда накренившиеся зато яблонька мне бы такую во дворик яблоньку с яблочками так охота такой вот домик прикиньте идем мы тут коровы коровы вообще натуральные коровы и думала в деревне уже никто коров не держит прям коровы пасутся в поле круто у кого-то молоко есть интересно у кого прямо коровы ну это я решила вот так вот сделать маленький перерыв чик чуть-чуть нам повезло с подружкой и мы немножко погуляли на повезло с погодой то есть было тепло было вообще прямо как будто маленький кусочек лета застали сейчас опять все мокро все холодно на улице наверное 10 градусов ничего делать не хочется в мокру траву лезть не хочется в общем нужно и топить чтобы сухо было вот поэтому я решила что раз я так вся устала круги под глазами уже вообще не проходят никогда то куда я сделаю маленький себе такой перерывчик пообщаемся с родственниками и с подружкой и туда-сюда и погода хорошая и все общем ничем хорошим это не кончилось отравилась и какими-то шоколадками в общем короче вывод такой отдыхать нельзя пусть лучше будет круги под глазами постоянно ну дела хотя бы будут делаться вот так что скоро с сегодняшнего дня обещали вроде ничего такую погоду хотела думать сегодня начну посылками заниматься уже все чтобы там потому что теперь до почты тоже ехать далеко все это придется как-то не знаю на велосипеде может быть делать или общем как-то попробовать вот коробки картонные и дождь постоянно идет и планировала на сегодня что дождя не будет и сегодня займусь вот не знаю пока погода не радует с утра дождик идет может к обеду разгуляется так что поеду бабушки покопаюсь в цветочках немножко посмотрю что где еще не все подписано ну вот как то так в общем выводы такие отдыхать нельзя нет отдыхать нельзя все-таки смена деятельности лучше будет отдых позанималась одним устала пошла позанималась другим потому что выпала я считаю на сутки как бы из реальности и все дела встали все встала думала отдохну на общаюсь немножко смена обстановки ничего подобного видимо у меня такой настрой надо работать работать и работать в общем некогда отдыхать потому что все теперь все из рук валится как-то вроде все распланировано было что где на какой день господи вот с мфц так и не звонили понедельник у меня вообще был запланирован с документами там работать там туда-сюда в город съездить все динамят все динамят и наверняка когда будет самый занятой день скажут приезжаю эти документы ваши готовы такие маленькие забеги вот так что все крок показала подвальчик показала домики показал такие маленькие события туда сюда туда-сюда в общем то на самом деле так крутились вокруг дома все все это вокруг дома и коровки вокруг дома и до магазинчика прогулялись и до сюда но огорчает огорчает мы ходили в магазин мы решили засечь сколько если прогулочным шагом идти до магазин то магазина идти прогулочным шагом 25 минут многовато я рассчитывала, ну, на 20 там как-то. На велосипеде мне показалось как-то быстро. А вот если будет какая-то непогода, там, или гололед, или снег, или что, уже так особо 25 минут в одну сторону. Ой, наверное, придется ездить на автобусе. В общем, как-то так. Рядышком магазин у нас просто закрыли в деревне. Тоже обидно. Все мое детство он работал, всегда работал, а тут, оказывается, все невыгодно стало. Закрыли. А он-то вообще минуток 10, наверное, ходьбой был. Было бы очень удобно. Ну, и сетевые магазины от меня все тоже минуток 30, если пешком ехать. Можно, конечно, на автобусе умудриться туда-сюда скататься. Ну, посмотрим. Все равно. В магазинах у меня теперь вокруг много и продают практически все. В город ездить не нужно. Так что этому факту я тоже рад. Вот на этом прощаюсь. Вот такие у нас незамысловатые будни пока проходят.